В городском Доме культуры состоялся отчетный сбор Славинского районного казачьего общества за 2015 год, который совпал с 25-летием его создания. В нем приняли участие несколько сотен казаков, делегаты, городского, станичного, хуторского общества, представители управления образования, правоохранительных органов, отдела наркоконтроля. Одним словом, все те, кто тесно сотрудничал в течение года с районным казачьим обществом. С подробностями наши корреспонденты. Славинское районное казачье общество одним из первых на Кубани подняло знамя возрождающего казачества. В сентябре 1990 года была образована инициативная группа из четырех человек, а через месяц на первом учредительном сборе кубанского казачьего войска славинских казаков представляли 25 делегатов. Сегодня казачество – это мощная уважаемая сила на Кубани. Они стали важной частью нашей жизни, заняли в ней достойное место. Вот уже на протяжении 25 лет славинское казачество активно участвует во всех сферах жизни района. О деятельности за минувший год отчитался атаман общества Юрий Емельянов. На протяжении многих лет казаки славинского дивизиона являются победителями учебно-полевых сборов. А в прошлом году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал высокую оценку уровню боевой подготовки казаков славинского района и пункту хозяйственного довольствия. Во время известных событий Крымской весны 2014 года казаки районного общества достойно продемонстрировали навыки, приобретенные на военных сборах. В числе первых оказали помощь жителям Крыма в защите от нападения воинствующих националистов Украины. Приоритетным направлением работы является внесение государственной иной службы. В Славянском районном казачьем обществе в отчетный период работали. Казачья дружина по участию в охране общественного порядка на постоянной основе численности 12 казаков. Казачья дружина выходного дня по охране общественного порядка 29 казаков, дружинников основного и 35 резервного состава. Мобильная группа по продействию незаконного оборота наркотиков и наркоманий, 5 дружинников основного и 3 резервного состава. Казачья дружина по участию в охране государственной границы Российской Федерации, 10 казаков основного и 5 резервного состава. Присутствовавший на отчетном сборе глава района Роман Сенеговский дал высокую оценку работе славянских казаков. Круг вопросов, которыми занимается казачество, ежегодно расширяется. На территории нашего района успешно действует казачья дружина на постоянной основе из 12 человек. Советно с сотрудниками полиции они круглосуточно патрулируют улицы города. За отчетный год состоялось более полутора тысяч выходов. Положительный эффект этой работы мы видим каждый день. На улицах стало спокойнее. За это мы благодарим и казаков, и правоохранительные органы. Среди почетных гостей – атаман Кубанского казачьего общества Николай Долуда. Он также отметил работу славянских казаков на высоком уровне. Мне понравился его доклад. Очень серьезные отношения, очень серьезный доклад, очень серьезные выступления. Охвачены фактически все направления жизни и деятельности районного казачьего общества. Так что молодцы в области патриотики. Все-таки 50 казачьих классов есть в районе. Это тоже немало, но, честно говоря, и немного. И немного. Молодцы в плане подготовки и постановки на первоначальный воинский учет молодых казаков и отправки их вооруженной силы. Всегда очень хороший результат у вас и достойно служат молодые казаки Славянского района вооруженных силой Российской Федерации. Казаки Славянского районного казачьего общества – это действительно сильное ядро, основа, фундамент Таманского казачьего отдела. И вы действительно молодцы. Славянское районное общество является самым многочисленным отделом на Кубани и ведет самую большую работу по воспитанию молодежи. Полевые сборы, рейды по охране правопорядка, борьба с наркоманией – это лишь малая часть того, что за год смогли сделать казаки. Николай Далуда в своем выступлении отметил – впереди немало задач, которые предстоит решить кубанским казакам. Одна из них – возвращение казачьего уклада жизни. Губернатор поставил задачу, именно мы долго, поверьте, обсуждали этот вопрос, поставил задачу в общеобразовательные школы зайти казакам. Чопам казачьим – это тоже возврат казачьего уклада жизни. Казак, который будет дежурить вот там вот на входе или в комнате в общеобразовательной школе, у него задачи будут не только охрана, но у него будут задачи еще и воспитательного характера. Потому что он казак. Ему не безразлично, если где-то дебоширит ребенок. Он готов прийти на помощь заместителя директора по воспитательной работе, чтобы там как-то по-своему, по казачьим воспитать какого-то дебошира в школе. Вот зачем мы это делаем. Также в числе приглашенных гостей был атаман Таманского отдела Иван Безуглы. Славянское районное казачье общество – одно из лучших в Таманском казачьем отделе. И по итогам работы в 2015 году, вы знаете, что оно признано лучшее в Таманском казачьем отделе. И о работе районного казачьего общества Юрий Николаевич подробно рассказал. Я поддерживаю его выступление, доклад. Славянское районное казачье общество практически по всем показателям было отмечено с положительной стороны. Военно-патриотическое воспитание, спортивно-массовая работа, казачьи игры, которые позволяют воспитывать школьников в традициях предков, занимать их досуг и оберегать от негативного влияния улицы. Одна из главных задач, которая стоит перед казаками районного казачьего общества – воспитание подрастающего поколения. В нашем районе действуют две казачьи школы – номер 46 в хуторе Нищадимовском и номер 11 в хуторе Маевском, а также в школах района созданы казачьи классы. Всего в них обучается 940 казачат. В казачьей школе номер 11 хутора Маевского большая часть времени внеурочных занятий отводится военной подготовке. При школе работают кружки. Юный кадет – основы военной подготовки. Также ученики этой школы изучают основы православной культуры, историю казачества. Мероприятия все, конечно, нацелены на патриотическое воспитание. А самоуправление у нас так и называется – казачья республика смена. Во главе школьного самоуправления стоит атаман школы, а во главе классов – атаманы классов. Казачье общество хуторское у нас в школе не только гости. Они принимают участие в заседаниях, например, ученического совета, принимают участие в заседаниях совета профилактики, штаба воспитательной работы. За каждым классом закреплены казаки-наставники. Ну и по мере необходимости они у нас дежурят на вечерах, выходят с нами в рейды вместе. То есть сильное мужское плечо чувствуется. Завершился отчетный сбор награждением лучших представителей казачества. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Впереди у казаков немало дел по возвращению казачьего уклада на Кубань, сохранению самобытности и возрождению уникальной казачьей культуры. Тина Капычевская, Георгий Калинин, программа События.